Ждём всех. Боже, наш отец, мы с ним будем видеть, что мы хотим сейчас заниматься, хотим запоминать эти упражнения, понимать, Господи, мы просим, дай нам понимать, как это действует, что испытывает человек на себе, чтобы мы прочувствовали и знали, как людям трудно бывает иногда, чтобы мы мудро подходили к ним. И дай нам, Господи, сейчас не особой мудрости, подскажи все упражнения, которые необходимо показать во имя Иисуса Христа, просим. Значит так, смотрите, я вас условно, присядьте, я сейчас буду вызывать вас скистом, остальные будут где-нибудь в уголочке, в уголочке, если что, заниматься. Только давайте так, смотрите, когда я говорю, садимся, это не повод быстренько пойти и с кем-нибудь еще поговорить. Времени очень мало, очень мало. А то буду как с детьми. Когда у нас есть группа детей, 5, 7, ну это ладно, 7, 12, то я обычно так говорю, так, Надечка, 10 отжиманий. Я сказала, уже начинаю, а потом болтаешь, сидишь, да, и Надечка ложится и отжимается, и все скажут, тихо останавливается. Ну это наши дети, например, церковные, они всегда такие вот, вот им ходят, они приходят к вам на ЛПК, чтобы видеть друг друга, и в то время, как вы отвернулись, на голове будет. Поэтому, напугала? Хорошо, смотрите, что мы делаем, что я вижу. То есть обычно так и происходит. Приходит человек, у него вроде болит спина, но вы смотрите, у него ограничение по рукам. То есть вот он болит плечом. И я вас выделила, у меня как бы 4 такие образно, группы такие, 4. Ноги, руки, да, и спина. И спина у нас 2 вида. Один, остеохондроз, грыжи, такой облегченный, да, с ограничением люди. А второе, это сильная группа, это сколиозы. Молодежь наша вся, и все, кто не подошел, не записался. Вот, все туда пойдут, отдуваться за всех сразу. То есть нагрузка разная будет. И сейчас мы, значит, я позову тех людей, у кого проблемы с плечевыми суставами, и с шейным остеохондрозом. Остальные все могут там делать упражнения, это не проблема. Но вам надо будет, значит, те, кто жаловался мне на плечи, взять сейчас по одной палочке и коврики тоже сюда приготовить. У нас пока здесь 5 человек записано таких, вот кто реально, конкретно жаловался на плечи. Давайте и вы. Чтобы как бы у нас здесь не было больше людей, а там вы можете делать все упражнения с нами. Да, и на место положите все палочки. Вообще там есть гимнастические палочки. Брат нам привез, чтобы не распоровывать скандинавские места. Давайте те, кто хоть в группе заниматься, будут заниматься с гимнастическими настоящими, а остальные пускай берут себе для этих занятий скандинавскими. Так, разуваемся, и пойдут постелить себе коврики. Ну, у меня сейчас брыж нет, да, они доходят не коврики. Так, мои хорошие, это Ильичи, 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 Ильичи и Светлана. Пять человек в группу, а остальные там могут это делать. Разувай, пожалуйста. Остальные, если себя разговаривают, будут вздалены из помещений. Согласны? Значит, дети, я считаю до трех. Раз. Да, вы сейчас в этой группе не занимаетесь, но вы смотрите. Все, на свой пункт встали. Не садитесь, не спешите. Это группа, которая пришла. Не садитесь, говорю, встаньте, встаньте. К вам приходит группа людей. Например, тот же самый шейный остров, андроз, да. Те же самые плечевые проблемы. Вы сейчас поймете, почему я их объединила вместе. Значит, смотрите, когда мы делаем упражнение утренней гигиенической гимнастики, обычно с чего все начинают? С каких упражнений? С шеи. Обычно вы начинаете с шеи. Нет, с шеи. Все начинают с шеи, да. Принципиально, я никогда не начинаю с мышц шеи. Начинаю с мышц плеча. Чтобы разогреть и приготовить мышцы шеи, и потом их растягивать и напрягать. Знаете, некоторые вещи, может быть, приходят, когда ты занимаешься чисто интуитивно. Я не знаю, может, я себя так страхую. Но понимаете, что позвонки шейные, они отличаются от поясничных, грудных, чем? Они более хрупкие, это раз. А во-вторых, в поперечных отростках есть что? Отверстия, через которые проходят сосуды нервы. И представьте, что там остеохондроз. И эти отверстия уже становятся сужеными. И вы даете им разные круговые движения. И человек, у которого остеохондроз, и делает пару кругов, у него очень кружится голова. Поэтому, как бы, мы на мышцы шеи, можно воздействовать другим образом. Хорошо. Значит, все сейчас тихонечко сидят, а мы занимаемся. Кто хочет, там тоже занимается. Хорошо. Значит, смотрите, есть несколько вариантов. Тоже надо сразу объяснить. Артроз плечевого сустава. Вот часто из вас кто-то сказал, у меня артроз. Важно знать, какая степень. Подразумевается, что при первой степени можно давать все упражнения, как и у человека, у которого не болят суставы, у которых нет артроза. Потому что еще нет яркого изменения суставных поверхностей. И при движении не будет трения разрушающего. А если вторая степень, третья, то нужны специальные упражнения. Сначала мы делаем упражнение просто, а потом я показываю вам, что делать с суставами, когда есть артроз второй-третьей степени. Хорошо. Вы готовы? Да. Замечательно. Хорошо. Палочку пока положили. Мне тоже дайте какую-нибудь палочку. Хорошо. Все равно мы начинаем с чего? Разминочки. Легкой разминочки. Да, это для ладошек. Всегда начинаю почти с ладошечек, потому что оно за легкое движение. Согревается. И они такие, знаете, детские. Расслабьте плечики. Это же еще небольшое движение. Хорошо. Пальчики проскрывали. И здесь я не буду пока приставать. Руки выпрямить, вытянуть. Как удобно? Выбрасываем. Сделимся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь акцент на захват. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не бойтесь. Раз, два, три, четыре. Хватаем. 6, 7, 8, все ниже, хорошо, вдох на себя, делай, сантиметра. Надо лучше животик, выдох. Все умеют дышать животиками? Да, выдох. Еще раз вдох. Нюхаем цельочек, дуем на чай, замечательно, хорошо. Ручки перед собой, выдвинем и расслаблены вместе, делаем другое движение. Хорошо, в другую сторону. Вы знаете, можно использовать мультик, она, в принципе, расслабляет. Но иногда музыка мешает человеку вообще понять, что происходит. Он-то музыка слушает, кто вы у него вдруг услышались, да? Ему тяжелее работать. Хорошо, ручки сгибаем и расслабляем. И раз, и два. Вытягиваемся, стараемся потянуться. Я вам не покажу все упражнения, просто три ручки. Хорошо. Улыбаемся. Вытягиваем, больно лежать? Хорошо. Расслабляем. Ваша задача смотреть на каждого человека и видеть. Я не знаю, что ей больно. Но я посмотрела на ее лицо, и мне кажется, ей больно. Спрашиваете, наверное, нет, нормально, ничего. Улыбаться начинает ходить, да? Клечками. Хорошо. Потом вот смотрите, наблюдайте за теми, кто у нас сейчас занимается. Кто-то делает, хорошо, а у кого-то плечо почти не поднимается. Мышцы не включаются в работу. Он начинает... А бывает, люди вот так начинают делать. Красивое движение большое, а плечи стоят на месте, да? То есть вы его увидели сразу поправили. Не получается круговое. Это сложно. Да, давайте... Продолжение следует...